Белая трость представляет Она позволяет инвалидам по зрению быть мобильными и самостоятельными Мультимобильность, мастер-класс под таким названием провели в нашем городе гости из Екатеринбурга Место встречи стала школа-интернат номер 12 Мы были с коллегами на семинаре в городе Верхняя Пышма В точно такой же школе, школе для слепых и слабоидящих детей И там создалась такая возможность, возникла пообщаться с людьми, представителями вот этого движения Белая трость, четвери, инвалиды по зрению, практически слепых Также общаются с группой зрячих, активных людей Они берут детей, слабоидящих, которые были замкнуты И сидят только в одном своем помещении, в каком-то квартире, комнате И потом их выводят в совершенно неизвестный для них открытый мир И поэтому у нас возникла такая потребность и желание привести вот этих вот активных, таких позитивных людей к нам в школу Представители Белой трости – открытые, активные люди, которые сами прошли через все трудности потери зрения И стремятся помочь другим преодолеть проблему и свои страхи Михаил Вецеховский сейчас работает массажистом, и инвалидность ему не мешает Он терял зрение постепенно и не понаслышке знает, с чем в это время сталкиваются люди Каждые эти этапы отмечались таким переломом То есть, когда я видел хорошо и потом стал видеть хуже Мне казалось, что жизнь кончилась, что все пропало Потом я потихоньку научился жить с плохим ценем Там поближе посмотришь, чуть подойдешь А в этом я начал слепнуть совсем Но я думал, ну все, теперь станет мне совсем плохо Такое бедное, несчастное И вот я совсем на слеп Причем я слеп где-то к 10 классу в школе То есть я абсолютно не стал видеть Ну и вот я весь приуныл Но мне попались замечательные педагоги Замечательные родственники, родственники, мне сказали Ну и что, что с меня перед просьбой хотели Я теперь вообще очень сильно благодарен За то, что они меня как бы Отвыпустили в этот мир Научившись самостоятельно передвигаться и жить Каждый инвалид может стать полноценным и активным членом общества Этому важному аспекту в ходе мастер-класса Было уделено большое внимание Как оказалось, владеющий тростью слепой человек Может ориентироваться на новой для себя местности Лучше, чем зрячий на знакомой Как правильно держать трость Какие движения ей совершать И какие моменты учитывать при передвижении Все это смогли узнать и попробовать на себе участники мероприятия Работаю с детьми Со слепыми детьми С незрячими детьми Но насколько это тяжело И насколько это трудно Не видеть совершенно Вот это можно понять Только надев повязку И пройдя с этой повязкой Я попробовала, что значит пройти с тростью Что значит пройти Понимаете, по этой дороге я хожу каждый день на работу И с работы Но пройдя с закрытыми глазами С тростью ощущения совсем другие То есть кажется, как будто ты здесь никогда не ходил Научить своих подопечных жить счастливо Наравне со всеми Одна из задач педагогов коррекционных учебных заведений Дети с ограничениями по здоровью Не должны быть ограничены в самореализации и возможностях В этом плане школа номер 12 показательна На встрече с детьми в очередной раз присутствовала ее выпускница Паралимпийская чемпионка Елена Ремезова Пообщавшись с гостями, ребята вновь убедились Возможно, все стоит только захотеть Интересно слушать людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации Но они справляются, находят какой-либо выход И не падают духом Тем более проблема близка к нашей школе И, мне кажется, каждый из прослушанного Вынесет что-то новое для себя и усвоит Продолжение следует... Продолжение следует...